Всем привет вот и новый ролик как и просили на смеющегося Джека вот и он ну а мы начинаем информация, вид, демоническое существо в виде клоуна, псевдоним прозвище, смеющийся Джек в коробке, способности навыки силы, демонические способности, темная магия, телепортация, харизма, манипуляция, хитрость, умение убивать, телекинез, создание кошмаров и галлюцинаций, невидимость, цели, распространить свою забаву на всех детей мира, убивая их и сводя с ума их родителей, статус, жив, смеющийся Джек, англ, лэфин Джек, главный антагонист одноименного рассказа Крепипасты, это садистский клоун-убийца, который изначально был воображаемым другом маленького мальчика, до тех пор, пока мальчик не забыл о нем, личность, сначала смеющийся Джек был невинным, милым и чистым сердцем ангельским созданием, который изо всех сил старался утешить Исаака, учитывая, насколько тот был одинок, однако позднее действие Исаака оказали негативное влияние на дар, который со временем становился все более тревожным и психопатичным, смеющийся Джек, изначально цветной, потерял свои оттенки, так как действия Исаака испортили его, в конце концов, смеющийся Джек стал полностью черно-белым, так как достиг точки невозврата и полностью принял свою демоническую форму, в настоящее время смеющийся Джек представляет собой фигуру чистого зла, безжалостного и жестокого в своей основе, который получает удовольствие от убийства и пыток тех, кого он когда-то был призван защищать, детей, внешний вид. Смеющийся Джек когда-то был ярким, загорелым клоуном, который носил блестящий радужный наряд с лохматыми рыжими волосами и длинным конусообразным носом. После того, как его бросили на 13 лет, его внешность изменилась, став полностью монохромной, что сделало его почти демоническим. Происхождение Созданный ангелом-хранителем, смеющийся Джек изначально был красочным клоуном в коробке, личность которого отражала характер его хозяев. Позже, в 1800х годах, он был отправлен в качестве рождественского подарка одинокому мальчику по имени Исаак Гроссман. Затем Исаак отказался от смеющегося Джека после того, как его отправили в школу-интернат. В результате изоляции смеющийся Джек вырос монохромным и безэмоциональным. Тем временем Исаак вырос и стал хладнокровным серийным убийцей, который похитил, пытал и убил несколько невинных жителей района. Хотя поначалу смеющийся Джек был в ужасе, его личность вскоре подражала злобному характеру Айзека. Однажды смеющегося Джека случайно освободили, и он предстал более высокой, темной и демонической версией самого себя. Обиженный на своего предателя-хозяина, он пытал и убивал Исаака тем же оружием, которое использовал на своих жертвах. Со временем смеющийся Джек посетил еще несколько детей, большинство из которых были одинокими или заброшенными, и притворился их воображаемым другом. Однако в конце концов он пытал и убивал их всех, а их души попадали в кошмарное царство заброшенной ярмарки. Что еще хуже, песня «Пап Гоуз Завизл» вечно играет на заднем плане, мучая их. Другие истории. В неуказанный год современной эры смеющийся Джек посетил одинокого пятилетнего мальчика по имени Джеймс, живущего в пригороде, под видом воображаемого друга. Джеймс рассказал об этом своей матери, но она отнеслась к этому как к фазе. Однажды ночью его матери приснился кошмар, в котором она увидела души прошлых жертв смеющегося Джека на заброшенной ярмарочной площади. На следующий день смеющийся Джек кладет фигурки Джеймса на тумбочку матери, предположительно, чтобы поддразнить ее. Она расспрашивает Джеймса, но он, к ее недоверию, просто говорит ей правду. Позже Джеймс получает горсть конфет от смеющегося Джека в саду. Его мать замечает это и требует, чтобы он рассказал ей, как он это получил. Джеймс снова говорит ей правду, но она предполагает, что конфету ему дал один из соседей. Смеющийся Джек в конце концов убивает Фидо, семейную собаку, вешает ее тело на кухонный светильник, а остальную кухню захламляет. Он также выпотрошил его живот и заменил его конфетами. Мать стала свидетелем этого и отвела сына в соседнюю комнату, где вызвала полицию. Полиция считает это ограблением, но мать опровергает их утверждение, заявляя, что все двери были заперты и ни одно окно не было открыто во время инцидента. Она предполагает, что тот, кто это сделал, уже был в ее доме до инцидента. Они оба возвращаются домой, и мать решает проверить своего сына через радионяню. Мать слышит тихий стон и входит в комнату Джеймса, где видит своего сына прибитым к стене, с выколотыми глазами, вырванными языком и зубами. Она также видит смеющегося Джека в его истинной, чудовищной форме, который садистки гогочит при виде своей работы. Насытившись, мать хватает нож и пытается убить смеющегося Джека, но тот просто исчезает в черном облаке. Это отвлекло мать, и она случайно вонзила нож в бьющееся сердце Джеймса, убив его мгновенно. Полиция арестовывает ее и отправляет в дом Феропулоса для душевнобольных. Она утверждает, что пребывание в учреждении не так уж плохо, хотя и замечает, что кто-то, предположительно смеющийся Джек, продолжает играть Пап Гоуз Зевизл возле ее комнаты. Сила и способности. Смеющийся Джек – магическое существо, обладающее невероятными темными магическими способностями. Он может мгновенно телепортироваться в клубах черного дыма, становиться невидимым и уродовать тела своих жертв. Джек также способен вызывать кошмары и зрительные галлюцинации, предположительно у родителей, как это было в оригинальной истории, и может использовать телекинез для перемещения предметов силой мысли, заставляя своих жертв казаться сумасшедшими. Происхождение смеющегося Джека. Доподлинно неизвестно, кем является смеющийся Джек, популярны предположения, что это демон или даже полубог. Хотя вначале он был обычным волшебным воображаемым другом, что исключает эти два варианта. Поскольку он воображаемый, он не стареющий. Смеющийся Джек похож на тряпичную куклу, у него нет ни внутренних органов, ни гениталий. Его грудь набита наполнителем, а костюм является частью его тела. Своими жертвами Джек выбирает исключительно маленьких детей, он чрезвычайно опасен. Смеющийся Джек – мерзкое, извращенное и больное существо, которое убивает детей и ломает психику их родителей. Он – монстр, способный изувечить и жестоко убить любого, кого сочтет достойным стать его другом. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok